Делать видео с биографиями это всегда вызов. Ведь с вероятностью в 99% ты что-то да упустишь. Посему, когда готовился выпуск про Мэнсона, было принято решение больше времени уделять не хронологии событий, а по возможности раскрытию личности. И на мой взгляд, последние две работы наиболее удачно выполненные. Всяко интереснее, нежели родился тогда, встретил того, сделал это. Хотя такое само собой тоже будет. Осборн на сцене более 50 лет. И что же за личность стоит за всем этим? О нем есть куча документальных фильмов и статей, но, к сожалению, в основном все сводится только к вопросам о наркотиках, летучих мышах и так далее. То есть, к следствию, а не к причине. Когда успех группы Black Sabbath начал набирать обороты, употребляли все как не в себя. Однако, именно Оззи прослыл самым безумным. Почему? Сегодняшнее видео будет про Оззи Осборна и Джона Осборна. Человека, который брал от жизни все, потому что ее боялся. Небольшая рекламка и погнали. Спонсор выпуска Все Майки Ру. Магазин вещей с оригинальными принтами. Огромный выбор одежды и аксессуаров, но любой вкус и цвет. Толстовки, футболки, сумки, кружки и не только. Моя музыка всегда со мной. Но из МС is always ready to make some noise. There's no one that will not. There's no one when the good one. Ну согласитесь, классика это классика. Что может быть удачнее гармоничного сочетания черного и белого? А кофта с нойзом такая же приятная, как и его музыка. Серьезно, материал прям кайфовый. Совсем скоро, 8 марта. Магазин Все Майки Ру может стать отличным вариантом для поиска подарков родным и близким. А по промокоду на экране вы получите скидку в 15%. Ссылка в описании. Джон Майкл Осборн, будущий князь тьмы, появился на свет 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, Великобритания, став четвертым ребенком. Позже количество детей увеличится еще больше. Шесть братьев и сестер. Родители как могли трудились на фабрике, но денег все равно не хватало. Жили они более чем бедно. Оззи вообще не носил ботинок. И когда мы ходили на какие-нибудь концерты, нас почти никуда не пускали. У меня не было ботинок, штаны едва держались на заднице, я курил одну за другой, и мне было на все плевать. Кличку Оззи он получил еще в школе. Местные ребята дали ему такое прозвище из-за созвучия с фамилией. Чему он особо не возражал. С ровесниками у меня всегда были хреновые отношения, я всех боялся. Оставалось всего два варианта, быть смешным или получать по голове. Я выбирал первое. Приходилось строить из себя законченного идиота, чтобы всех развеселить. В школе дела тоже шли неважно. Во-первых, ему очень тяжело давалось обучение, причина дислексия. Во-вторых, в возрасте 15 лет Озборна выгнали из школы. Учеба давалась ему нелегко, но он и сам не особо горел желанием находиться в школе. Поведение у будущей рок-звезды было ужасным. В первое время Оззи пытался добывать деньги честным путем, работая то тут, то там. Помощник слесаря, автомеханик, могильщик, забойщик скота и не только. Я пытался работать на совесть. В первый же день, когда меня исключили, я пошел на смену и отрезал себе палец. Хорошо, что мне его потом смогли пришить. Мой отец сказал мне, я знаю, что ты сделаешь что-то великое. Или сгниешь в тюрьме. И я очень испугался, когда понял, что он прав. Надолго его не хватило, воровать оказалось легче, чем работать. Как-то раз Оззи, что называется, пошел на дело, где его и арестовали за кражу со взломом. Отсидев несколько месяцев за решеткой, он вышел на свободу. К слову, именно в тюрьме он набил свою самую знаменитую татуировку. Слова отца никак не могли выйти у него из головы. А что, если действительно, все, на что я способен, это быть преступником? Однако, любовь к музыке и нежелание горбатиться на заводе до самой старости раз и навсегда изменили его жизнь. Особым фактором, подтолкнувшим Осборна к большой карьере музыканта, стала любовь к группе Битлз. По сей день он считает их величайшим коллективом и даже иногда слушает перед выходом на сцену. Я мечтал играть в Битлз, а попал в Блэк Саббат. Преподавателей по вокалу у него не было. Было желание, предрасположенность и хорошо поющая на кухне мама. В мире много талантливых вокалистов, но никто не поет так, как я. Новым пристанищем стал местный бэнд под названием «Музыкальная машина». Стоит отметить, что Узи уже пробовал ранее свои силы, играя в коллективах в возрасте 14 лет. Однако безуспешно. Впрочем, как и сейчас. Начались скитания от одних музыкантов к другим. В один прекрасный день он психует, дает объявление в газету о наборе людей в команду и оставляет некое подобие визитной карточки в музыкальном магазине. С тем же содержанием плюс подпись. «Ози Зик, хочу выступать». Может он и был необразованным, но зато со смекалкой. Тот самый случай, когда небогатая семья идет на казалось бы необоснованные траты и им все возмещается в тысячекратном размере. «Ози понимал, желающих прославиться уйма, а мне еще учиться и учиться. Необходимо преимущество». Он выпрашивает у своего отца деньги на музыкальный усилитель. Бас-гитарист их будущего коллектива Гизер Батлер позже скажет, «Если бы не этот усилитель, то ничего бы не вышло. Мы пошли к нему только из-за него». Среди пришедших оказался и Тони Айоми. Школьный задиро, учившийся вместе с Осборном. Когда я его увидел, сперва подумал, «О нет, зря только время потратил». Весело, что Ози в свою очередь тоже думал о чем-то похожем. «Мать твою, только не ты». В школе у Тони был статус эдакого красавчика с гитарой, а я был шутом. Мне не очень-то нравилось с ним пересекаться. Познакомившись поближе, они все же решают попробовать вместе поиграть. С первых же минут каждому из них стало понятно. Это нечто потрясающее. На большое будущее никто не замахивался, в первую очередь играли ради удовольствия, но особенность происходящего заметили все. Мы писали песни для себя. Главное, чтобы музыка нравилась нам. А если она потом понравится кому-то еще? Замечательно. Тогдашний состав Black Sabbath. Забавно, что Гизер тоже шел в команду ритм-гитаристом, но пришлось уступить место мастерству Тони Айоми, перейдя на бас. Кстати, первое название было совсем другим и придумано спонтанно. Ози позаимствовал его у банки с пудрой своей матери. Спустя какое-то время товарищи решили переименоваться. Им не хотелось ассоциировать себя с подмышками чьей-то мамы. Выбрали слово «Земля», узнали, что такая группа уже есть, остановились на Black Sabbath. В честь одноименной, придуманной песни, идеально описывающей их тогдашний мрачно-тяжелый новаторский стиль. Все это отличалось от того, что было до нас. Мы знали, что создаем что-то новое. Когда я начинал играть этот проход, у меня мурашки по коже бежали. Группу, как это тогда было принято, сразу же обвинили в служении сатане, продаже душ и прочей ерунде. Да, казалось бы, ну бред и бред, но у закомплексованного Оззи и без того психика трещала по швам. Эмоционально неуравновешенный человек все способен принимать близко к сердцу. Они все сидели на наркотиках, они все употребляли, или даже вернее будет сказать, истребляли алкоголь. Но именно Оззи находил в этом не только кайф, а еще и способ забыться. Из чего и образовался тот самый замкнутый круг. Реальная история доктора Джекила и мистера Хайда. Или, как говорил Оззи, мистера мудака. Чем больше Джон прятался от проблем под панцирем своего образа, тем больше бодрствовал Оззи, проблемы ему приносящие. Но если он не так, то я спит персонал. Оззи Осборн и Джон Осборн, это два разных человека. Джон Осборн, он говорит к нам, но если он хочет быть Оззи Осборн. Интересно, не правда ли? Из всей компании самым безбашенным становился закомплексованный социофоб. Хотя среди них находился человек с более пылким нравом. Поэтому каждый выпад в его сторону сказывался на его ментальном здоровье с колоссальной амплитудой. В одном интервью Оззи сказал, что вел себя как придурок, чтобы над ним смеялись, но зато хотя бы не били. В другом, более личном, он сказал так. Я, блядь, ненавижу, когда люди грустят. Я артист, и я готов делать все, что в моих силах, чтобы они улыбались. Даже в школе, когда я видел, что кто-то идет с кислой мордой по коридору, я мог неожиданно сигануть в открытое окно с глупой на лице улыбкой. It ain't gonna stop me because I'm for rock and roll, and rock and roll is for the people. And I love people. With Sabbath, he was like the band Clown. He was like, got everyone going, laughing. He did that because that was his shield. That protected his insecurities. Оззи had low self-worth. He always considered himself less than. Незадолго до этого он вообще потерял веру в будущее, когда гитарист Тони Айоми, главный двигатель коллектива, решил уйти. Прямо перед подписанием их первого контракта. Ему предложили выйти на замену, отыграв концерт на легендарном Уэмбли, бок о бок с группой Rolling Stones. Я не мог поверить своим ушам. Было видно, что ему и самому очень тяжело. Мы кое-как смогли из себя выдавить слова с поздравлениями. Несмотря на то, что это самая дерьмовая новость, которую я когда-либо слышал в своей жизни. По итогу Тони остался со своими друзьями. Но за тот период, пока еще ничего не решилось, Оззи уже успел впасть в депрессию, пытаясь забыться в литрах крепкой выпивки. Дебютный одноименный альбом Black Sabbath позволил группе заявить о себе. Второй – параноид. Вывел их на совершенно иной уровень, закрепив за ними статус новых супер-рок-звезд и первооткрывателей. Крестные отцы хэви-металла. Тони – настоящий гений. Генератор тяжелых гитарных рифов. Добавьте сюда нетривиальную манеру написания текстов и самобытный вокал Оззи. Первые места в чарте Великобритании – 12 место в Америке. Музыканты начали хорошо зарабатывать, как им тогда казалось. Их наглым образом обсчитывали, но когда ты живешь от одной дорожки кокаина к другой, цифры тебя не беспокоят. Очередная монетка в копилку самобичеваний. Блять, как же мне стыдно перед моими родителями. Я ведь мог давать им гораздо больше денег, но думал лишь о ебудем кокаине. А ведь отец влез в долги, чтобы купить мне тот чертов усилитель, без которого я бы скорее всего сгнил в тюрьме. Если бы ты мог бы дать твоему маленькому собственному совету, как бы ты бы дать твоему 21-летнюю Оззи? Как бы ты бы дать вам? Не делай дроги. Последующие годы группы Black Sabbath можно описать знаменитым девизом – секс, наркотики и рок-н-ролл. Период с 1968 – момент основания. По 1978, то есть за 10 лет, они выпустили 8 альбомов. Музыканты могли месяцами не выходить на улицу. Доставка всего необходимого была на дом. Альбом, гастроли и по новой. 1978 год станет для Осборна переломным. Во время студийной работы ему сообщают, что его отец, страдающий от рака горла, скончался. Сказать о его подавленности ничего не сказать. По старой традиции выход был лишь один – утопить все проблемы в алкоголе и присыпать сверху белым порошком. Но и это еще не все. Один день врезался мне в память как-то по-особенному – похороны отца. Я любил его, он был хорошим мужиком, он многое для меня сделал, его утрата сильно ударила по мне. Я только-только сел на стул после того, как нес его гроб, как мне в уши прилетает фраза, брошенная моей сестрой. Ну, поздравляю, ты следующий. Меня словно поездом переехало. Голова просто разрывалась. Блять, вот вы суки! Мне и так фуково, а вы еще тут меня хороните раньше времени? Что было дальше, я не помню. В то время Оззи принялся самоуничтожаться особо сильно. Казалось бы, куда еще сильнее. Но именно по этой причине ему пришлось покинуть Блэк Саббат. Даже не отстававшие от него кокаиновые собратья поняли – нет, так дальше продолжаться не может. Осборн пропускал репетиции, ему было плевать на жизнь коллектива. Им приходилось приглашать певцов со стороны. А когда, наконец, работа над восьмым альбомом кое-как закончилась, критики их разгромили в пух и прах. Несмотря на то, что фактически группу основал Оззи, Тони по праву считал себя не менее значимым. И рисковать репутацией он не собирался. Осборна уволили. По сей день мнения разнятся, так как Оззи говорит «Они так меня задолбали, что я сам решил уйти. К тому же вся эта сатанинская лабуда меня окончательно задолбала». Как бы там ни было, Саббаты остались без него, а он отправился в привычном для себя направлении – в запой. Субтитры создавал DimaTorzok «Если бы не она, я бы или сдох от передоза, или сел в тюрьму, или покончил с собой. Отец умер, группы больше нет, что мне еще оставалось?» Дочь менеджера Black Sabbath Дона Ардена, Шерон, вытащила Оззи из запоя, вернув ему веру в себя. Он боялся, что как сольный артист никому не будет интересен. «Она смогла его переубедить». Отныне и впредь организационные вопросы лежат на ее сильных плечах. Женщина, сумевшая справиться со всеми его выходками. Шерон Озборн – супруга великого и ужасного, которой столько всего придется перенести. 1979-й. Замотивированный своей возлюбленной, он берет себя в руки и дает новое объявление о поиске музыкантов. Десяткам кандидатов было отказано. Оззи не нравилось, что все они пытались подражать игре Тони. Тогда ему посоветовали позвонить молодому талантливому пареньку по имени Рэнди Роудс. На тот момент знаменитому гитаристу-виртуозу было чуть больше 20. Они сработались буквально сразу. Посоветовавшись друг с другом, Оззи и Рэнди набирают остальных участников и принимаются за написание дебютного альбома. Роудс чувствовал себя более чем комфортно. Ему была предоставлена полная творческая свобода. Видимо, Озборн просто привык, работая с Айоми, нагло не перетягивать на себя одеяло. Несмотря на то, что работа над альбомом заняла всего год, результат превзошел все ожидания. Blizzard of Oz по сей день остается самой продаваемой пластинкой в карьере Оззи Озборна. Он смог вернуться на сцену, да еще как! 1981-й, еще один год и еще один новый альбом, ставший трижды платиновым. Как вы могли заметить, Оззи привык работать продуктивно. Если ты абсолютно серьезный, о том, что ты делаешь, write as much stuff as you can, because once you start going on the road, you never have enough time to do anything, you know. В 1982-м, во время работы над третьей пластинкой, Рэнди Роудс трагически погибает. Ему было всего 25 лет. Группа отправилась в турне по Америке. Автобус совершил вынужденную остановку. Вечером, обнаружив старый самолет, водитель предложил покататься. Первым полетел клавишник коллектива «Дон Эйри». Все прошло нормально. Рэнди боялся летать на самолетах, но его все-таки смогли уговорить. Тогда, дабы всех перепугать, водитель, теперь уже ставший пилотом, начал резко снижать высоту, пролетая над автобусом. Самолет зацепился крылом о крыше автомобиля и разбился неподалеку. Все пассажиры, включая Роудса, погибли. По некоторым данным, у них с Оззи были сложные отношения. Незадолго до гибели, Рэнди хотел покинуть группу, чтобы получить высшее образование. Но Осборны ткнули его лицом в контракт. Ходят слухи, что ему даже прилетело по лицу со словами «Ах ты неблагодарный кусок дерьма». Судя по всему, Оззи чувствовал вину за случившееся. И, разумеется, он не желал ему зла. Что еще сильнее ударило по его психическому здоровью. Он меня очень уважал, и я его тоже. Помню, как однажды мне в голову пришла одна странная мысль. Этот парень настолько хорош, что что-то просто обязано случиться. И я представить себе не мог такую трагедию. Каждый год в день его смерти я продолжаю посылать цветы на его могилу. И буду делать это всегда. Время, проведенное с ним, я считаю, наверное, самым счастливым в моей жизни. Под конец карьеры в Black Sabbath все ребята просто были охеревшими от наркотиков. Романтика закончилась, и я решил, что моя песенка спета. И потом появляется этот парень, и я снова хочу жить. Он до сих пор со мной и будет со мной вечно. Ози продолжал выпускать альбомы и гастролировать, но также продолжилась и череда обстоятельств, сводившая его с ума. Включая ту самую историю с откусыванием головы летучей мыши на концерте. Он сделал это ненарочно. Тем не менее, до сих пор журналисты не отказывают себе в удовольствии припомнить ему тот случай. Я не удивлюсь, если на моей могиле будет написано «Откусил голову летучей мыши». Великого музыканта запоминают не по тем делам. К этому мы еще вернемся. 1983 год. Ози Осборн выпускает третий альбом «Вой на луну». После чего всплывает следующая новость. В Канаде некий мужчина по имени Джеймс Джолли Мор убил женщину и двух ее сыновей. Как тогда утверждалось после прослушивания этой пластинки. На суде он сказал Каждый раз, когда я слушал эту песню У меня возникало какое-то странное чувство внутри. Христианские активисты не смогли пройти мимо, выдвинув новое обвинение в поклонении дьяволу. Когда ты вдруг становишься успехом, В этот же период начались судебные тяжбы с обвинениями в доведении до самоубийства. Ози был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса для дальнейших разбирательств. В обвинении значилось. 19-летний подросток Джон Макколум, житель Калифорнии, застрелился, находясь под впечатлением от песни «Suicide Solution». Родители зацепились за эту строчку, откинув контекст. Не говоря уже о том, что у парня была хроническая депрессия. В песне поется об алкогольной зависимости, о том, что человек не способный решить свои проблемы, способен лишь напиться, дабы убежать от реальности. Уж кто-кто, но Ози знал, о чем пел. Композиция была навеяна смертью Бона Скотта. Суд принял сторону исполнителя. Проблемы накапливались. 1989-й. После выпуска сингла, попавшего в верхушки хит-парадов, началась работа над шестым альбомом. Больше никаких слез. С гитарными рифами помог Зак Уайлд, с текстами Леми Килл Мистер. Вновь четырежды платиновый статус. Слушатели в восторге, критики довольны, Ози устал. Вслед за выходом альбома были анонсированы гастроли под названием «Больше никаких туров». У меня появилась семья, я хотел провести время с ними. Слишком много дерьма навалилось. И даже сейчас непонятно, что для него больше стресс. Работа на износ или ее отсутствие. Цитата из интервью, когда Ози затушил сигарету о свою руку перед интервьюером. Скоро на этом месте появится серьезный след от ожога. Но мне п**уй. Я смогу это проигнорировать. Но игнорировать людей я не умею. Они делают меня счастливым. Я обожаю выступать. Наверное, Ози никогда всерьез и не задумывался о том, чтобы уйти на покой. Его все устраивало. Дело было в кое-каком инциденте того же года, когда он по пьяни чуть не задушил собственную жену. У Эминема были проблемы из-за того, что он пел про убийство своей жены. Но он лишь пел об этом. А мой муж и в самом деле пытался. В тот день он вернулся из Москвы после концерта, выпил 4 бутылки водки и сказал «Я думаю, ты должна уйти». Выдвинутых обвинений с моей стороны не было, но он попал в реабилитационную клинику на 3 месяца. Он был совершенно ненормальным от всего этого алкоголя и наркотиков. Как вы понимаете, гастроли ему не надоели. Ему лишь хотелось вернуть доверие Шерон. Я ее очень люблю. Она вытащила меня из задницы. Если бы не она, я бы уже давно сдох. Все из-за ебанчего алкоголя. Я алкоголик и наркоман. Я не отрицаю этого. Не говоря уже о том, что у меня с головой не все в порядке и я ебаный псих. Все думают, что действительно Оззи завершает карьеру, включая него самого. Поэтому прощальные, в кавычках, концерты продолжались. В рамках одного из таких выступлений Оззи приглашает выступить у него на разогреве бывшихся командников – Black Sabbath. На тот момент певцом в группе был потрясающий Ронни Джеймс Дио. Ронни отказался выступать на разогреве у Оззи, аргументировав свой отказ следующим. Во-первых, он сомневался в его уходе. Во-вторых, он припомнил бывшему вокалисту все его негативные высказывания о саботах. Однако Тони приглашение принял, что и стало поводом для очередного ухода Дио из коллектива. Петь пришлось Робу Хелфорду. Мы хотели снова поставить группу на ноги путем реформирования и сделать ее особенной. И вдруг ни с того ни с сего мы собираемся играть в открывающей части концерта ее экс-лидера. Также я знал, что когда закончится это шоу, они объявят о своем воссоединении. Что и случилось. Что и случилось. Оззи на какое-то время периодически возвращался в Black Sabbath, но потом опять уходил и так далее. Обновив «Былую дружбу», он просит бас-гитариста Гизера Баттлера помочь ему в работе над новым альбомом, вышедшим в 1995-м. Заигрывание с «Я ухожу, я остаюсь» привели к последствиям. Музыкальные промоутеры потеряли к нему интерес. Тогда Шерон предлагает креативное решение – организовать собственный фестиваль Озфест. Что и случилось в 1996-м и случается по сей день. Четыре года подряд Оззи выступал. К 2001-му работа над восьмым альбомом подошла к концу. В том же году скончалась его мать. Мне позвонили и сказали, чтобы я срочно приехал. Я прилетаю, захожу в палату и вижу, как из мамы торчат эти дурацкие трубки. На тот момент мы почти не общались. Она постоянно спрашивала у меня «А ты правда миллионер?» Спустя два дня я узнал, что она скончалась. Черт, бабери, как же я тогда долго плакал. Я не отважился поехать на похороны. Хотел, чтобы маму похоронили без суеты, спровоцированной моим появлением. Я нажал какую-то кнопку, они как начались, как эти каналы грёбаные. Это шо такое? Шо это? 21 век, шо бью черти сожрали. Слушай, а эти грёбаные кнопки минет не делают? Хрен с телевизором, нажми на кнопку минет. В 2002 году, 5 марта, на MTV стартовало новое реалити-шоу «Семейка Осборнов». В ней, что неудивительно, освещалась их личная жизнь. Рейтинги были запредельно высокими. До «Семейки Осборнов» я не отдавал себе отчёта в могуществе телевидения. Если вы выступаете в Америке в хитовой программе, вас ожидает слава, какую вы не можете себе даже представить. Такой популярности не удостоится ни один киноактер, ни один политик и особенно бывший вокалист Black Sabbath. Позже всплыли кадры, на которых были видны таблички с текстом, кому что и когда надо говорить. Многие фанаты были разочарованы, но Шерон утверждала, что почти всё сказанное там – правда. «Семейка Осборнов» примечательно другим. Вот мы и подобрались к самому интересному, к своего рода итогу. Скажу честно, когда я только начал думать о создании ролика про Оззи Осборна, мне казалось, что оно будет длиться часа два. Если меньше, то это преступление. Поэтому откладывал сколько мог. И он, безусловно, интереснейшая личность. Но ознакомившись с некоторыми подробностями его жизни, мне удалось открыть этого великого музыканта с совершенно новой для себя стороны. Без лишних грязных подробностей с целью растягивания хронометража. По типу того, что он мог, обдолбавшись, начать слизывать чужую мочу с пола, или рисовать дерьмом на стенах. Сначала я хотел сделать подпись «Оззи Осборн – Железный Человек». Но потом понял, вся его несокрушимость – лишь искажение действительности, навеянное его нарко- и алконеубиваемостью. Да если бы не Шерон. Люди, посмотревшие видео про Эминема, подтвердят, что ему больше подойдет звание Железного Человека. Маршал в большинстве своем превозмогал все трудности на трезвую голову. А трудностей у него было если не больше, то уж точно не меньше. Осборн и сам всегда признавал проблемы своего характера. Психические расстройства – это не шутки. Я псих, и я понимаю и признаю это чувство незащищенности. Мне очень трудно объяснить. Мне всегда очень везло. Я смог выбраться из гетто, реанимировал карьеру. У меня есть семья, я в конце концов не сдох от передоза. Но я не уверен и в себе человек. Вряд ли ментально неуравновешенному человеку помогут постоянные обвинения. А он на протяжении всей жизни только и слушал про то, какой он мудак. На похоронах отца родные люди прямым текстом ему сказали – «Ты скоро умрешь». Когда его арестовали за покушение на Шерон, полицейский в участке сказал – «О, а это ведь ты тот придурок, который откусывает всем головы». Бесспорно, во многом он и сам виноват, но просто вдумайтесь. Мы знаем его как великого музыканта, мы узнали о нем благодаря музыке. А на ужин в Белый дом его пригласили лишь потому, что он снялся в популярном реалити-шоу. Человека, посвятившего всю жизнь музыке, фактически позвали со словами – «Крутая передача, теперь мы вас заметили». После того, как погиб Рэнди, он задумался – «Если бы я тогда не отрубился, то как пить дать, сидел бы в этом долбаном самолете?» Джон видел последствия, Оззи видел преимущества. Какой есть, такой есть. Ранимости комплексы, спрятанные в сундуке с наркотиками и алкоголем. При всем этом хроническая любовь к людям и безграничная преданность своему делу. Когда мой сын увидел меня по телеку, он спросил – «Папа, а люди смеются вместе с тобой или над тобой?» Я ему ответил – «Неважно, сынок, для меня главное, чтобы они смеялись». «Блядь, как же я люблю людей!» «Если мне скажут, прям во время выступления ты сдохнешь, но публика будет в восторге, п***й!» Противоречий тоже встречалось немало. Поэтому, где правда, где ложь, известно лишь ему одному. В любом случае, Оззи – одаренный. И, как ему же самим было отмечено, невероятно везучий. Мог умереть тысячу раз, но все еще жив. Встретил женщину, не испугавшуюся его характера и привычек. Музыку ему писали, с текстами помогали, но он – икона рока. Как бы это сейчас странно не прозвучало, будь Оззи в привычном для нас понимании нормальным, кто знает, где бы он был сейчас. Никто не отрицает наличие в нем стержня. Осборн – стойкий дядька. На сцене уже более 50 лет. И из года в год он выкладывается на максимум, несмотря ни на что. Сначала у меня была инфекция в руке, которая выбила меня из калии. Потом я заболел воспалением легких, потом упал, потом мне сделали операцию. А теперь у меня еще и разыгралась болезнь Паркинсона. В этом году вышел его новый альбом. И тут же он берется за работу над следующим. Я не знаю, сколько еще протяну. Хочу успеть сделать как можно больше. Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, сколько я могу. Я хочу, чтобы мне жизнь, мое сердце, мое, мое. Я очень счастлив. Я не могу не уйти. Я не могу уйти. Я пытаюсь не уйти. Хотя иногда оно уйти. Потому что я думаю, что мой лучший фейсер... Я не буду против, но мой лучший фейсер. Мои лучший фейсер – это мой эго. И я пока еще счастлива, что люди все равно хотят услышать музыку. И это подарок Богу, который никто не может избавиться от меня, apart from a shotgun. Вырастет детей, ринг которых уже не будет очерчен диагнозом этого чудовищного дефицита уверенности в себе, детей, свободных от этой инфантильной и, тем не менее, жизненно важной потребности в постоянном подтверждении, что они любимы. Детей, игры и творчество которых уже не будут диагнозом, но будут радостью избытка, радостью, которая всегда будет с ними, как и любовь их родителей.